С острова, где они принимали участие в проекте «Последний герой», там они наверняка научились экономить, причём один из них начал экономить уже в России перед отъездом, потому что Сергей Крылов решил оставить шоу-бизнес и уйти, скажем так, в сферы по выращиванию промысловой рыбы. Да, сейчас они об этом нам расскажут. Итак, поющий ихтиолог Сергей Крылов у нас в гостях и маленький кормилец большого племени Кирилл Толманский. Они двоём. Продолжение следует... Ну что, похудели, похорошели, загорели? Вы похудели, коллега. Отлично. Я не изменился. Я тоже. Здравствуйте. Я думаю, что в нашем положении вообще нет смысла меняться, потому что мне всё нравится. Я думаю, что всем тоже нравится всё. Всё. Говорят, можете здесь жить бесплатно вообще. И пяти копеек вам не надо. Не знаю, я, например, придерживаюсь мнения, что не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. Да, я могу сказать, что я стал в этом списке, может быть, 101 другом. Если я когда-нибудь с ним поссорюсь, то это будет уже моим, как бы, минусом. Потому что я взрослый человек. Я должен понимать такого человека, как он, который по возрасту подходит мне как сын, а по номинации жизни подходит мне как друг. Поэтому ваши аплодисменты мужественному Кириллу. Расскажи мне, вот вы поехали на остров, чтобы пожить на халяву вообще, вот так действительно, сэкономить денег, отложить, может быть. Андрей, я хочу сказать, что мы с... Я поехал на остров перед началом тяжёлой работы. У меня сейчас выходит альбом, вот, и начинается очень большое промо, и поэтому, как бы, я решил отдохнуть перед тем, как всё это начать. А я поехал на остров после тяжёлого отдыха. Угу. Вот. Ты сейчас рыбой занимаешься? Вот и здесь информация произошла, что рыбкой стал заниматься, как бы, перешёл на диету, да, и так далее. Нет, на самом деле я удивился, что меня назвали ихтиологом, а не ихтиандром. Да. Потому что больше, конечно, я ихтиандр, это ясно. Потому что мои познания вот этого океана, который нас окружал, заканчивались тем, что я мог войти у него до такого уровня, где я ещё могу почувствовать ногами песчаную, слава богу, поверхность. Причём я до сих пор был в красотках, да, Кирилл? Ну да. Это неприятные моменты, это общение с ежами, знаете, да. Но зачем они нужды там, где ходит человек, я имею в виду в воде. Поэтому остров для меня был моментом, связанным с моей, такой, не моей мечтой, а мечтой каких-то людей по поводу меня, чтобы я похудел, вот так скажем. И на самом деле эта информация не прошла в общем режиме, но тем не менее, за четыре дня пребывания на острове с ребятами я не ел вообще ничего. То есть Кирилл вот подтвердит, я пил воду и чувствовал себя отлично, потому что рядом со мной был Николай Николаевич Дроздов. Наш территориальный бог. Аплодисменты, прошу вас, друзья. Кирилл, но ты, говорят, всем там готовил просто из ничего. Слава богу, что всё время занимался кухней Кирилл. Иначе люди бы не выжили. Да, у людей была полная так называемая лафа, как говорят в армии, да. А на самом деле, когда за это мастерство, которое тоже мастерство, особенно в юном возрасте, я не понимаю, женщин нашей страны, девушек, которые ещё не сделали Кирилла своим мужем. В чём дело? Парень на выданье. Вот, готовить может, весёлый, перспективный и так далее. Так вот, однажды за поварское искусство взялся Николай Николаевич Дроздов. Я в этот момент уходил с острова, и последняя фраза, которая напутствовала у меня мир людей, была такая. Серёжа, ну, очень, конечно, жаль, что вы сегодня вечером не попробуете наш куриный супчик из лягушек. А одно слово было пропущено. Наш куриный супчик из галлюциногенных лягушек. Никто не знал. Они токсичные просто, сильно токсичные. Вы представляете, что... Ну, он по-моему сам не знал, что они доброго. А их просто никто никогда ещё не ел. Ну, в Москве ты можешь прожить вот так дёшево, или что-то деньги так приходят? Опять же, я сказал, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот и всё. Я считаю, что больше любви, я считаю, что больше должно быть общения между людьми, я считаю, что больше должно быть какого-то взаимопонимания, и тогда всё будет вообще ништяк. И это всё на сегодня. От имени тех, кто делал эту программу, я Андрей Малахов от Чистого Сердца. До свидания.